Баскетболистки Волготеха готовятся к очередной выездной серии. Подопечные тренера Сергея Мухина в рамках чемпионата России среди женских команд Суперлиги Б в первой декаде марта сыграют в Пензенской области и Саратове. Что же касается последних результатов, то в крайних четырех матчах наши спортсменки стабильно проигрывали. Впрочем, цифры на табло не дают полного представления о происходящем. За одного битого двух небитых дают. Не иначе, как этой старинной русской пословице следует тренерский штаб Мешкаролинского ПГТУ на протяжении всего этого сезона. Судите сами, из 22 проведенных на данный момент игр наша команда победу праздновала лишь в одной. Путем пропий ошибок, в самых что ни на есть боевых условиях, в первых рядах на амбразуру превосходящего в силах соперника Все это выпало на долю этих молодых и хрупких девушек. Впрочем, никто не говорил, что будет легко, тем более после года перерыва на самом высоком уровне. Так что пока принимаем поражение как данность своего рода инвестиции в будущие победы. Последние два тура Суперлиги Б женского чемпионата России команда ПГТУ проводила дома. В первых двух матчах подопечные Сергея Мухина принимали дубль Вологодской чекиваты. Да, снова дважды уступили с общим счетом 116-191, но проиграли не без позитива. Еще один тур и еще две игры. На этот раз с дублем энергии из Иванова. И опять подобная картина. Дважды поражение в целом с общим результатом 113-195, но выигранные вчистую отдельные эпизоды и даже четверти игр. В принципе прибавляем понемножку, но нет вот этого уверенности, так и нет. Я немножко расстроен, по большому счету и вчера мы неплохо сыграли, и сегодня неплохо сыграли, но хватает только буквально минут на 10-20. А потом чуть-чуть идет уже не так, один игрок немножко не туда и команда уже как бы опускает руки, поэтому тяжело поднять. А в принципе, ну растем. В общем, да, рост налицо. Завсегдаты из спортивного зала третьего корпуса «Волготеха» подтвердят. Команда образца февраля 2016-го в корне отличается от команды середины осени прошлого года. Девчонки, набивая шишки и занося одно поражение за другим себе в актив, и это безо всяких кавычек, прибавляют от игры к игре, становясь теми самыми битыми, за которых двух не битых дают. Вот этот турнир, он для нас очень полезен, потому что мы сейчас вернулись со студенческих игр, мы стали вторые в центральном федеральном округе, вторые призеры. Поэтому разница большая, поэтому я спрашиваю девочек, где лучше играть, они говорят, что лучше играть здесь. Здесь интереснее, во-первых, и они прибавляют здесь. Поэтому там мы прошли дальше, там мы попали в топ-16, там мы будем топовая команда, понимаете. Но, с другой стороны, если бы мы не играли здесь, мы бы сейчас были топ-команды. Но как-то играем здесь, мы не топ-команда, получается. Поэтому все нормально, все хорошо, но процесс идет, но он не может быть сразу. Если мы сохраним команду и будем продолжать играть в этом же дивизионе, то мы будем играть. Я уверен, 100%. Итак, понятное дело, наши в турнирной таблице формально пока последние. Завершать регулярный чемпионат в Волготеховке будут на выезде. 1-2 марта по ГТУ играет в Пензе, 5-6 числа в Саратове, ну и потом, после небольшого перерыва, 20-21 марта в Подмосковном Ногинске. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова